Велосипед – лучший друг человека. Именно под таким лозунгом велосипедисты Владивостока открыли сезон 2016 года. Только почуяв теплую погоду, активные горожане решили дать старт всем предстоящим веломероприятиям. В стороне в этот день не осталось никого. Достать своего двухколесного товарища решили и взрослые, и дети. Приучаю молодежь, чтобы, а то сейчас молодежь нынче занимается только негативными семьями, курит это, а так развивается. У меня пока нет велосипеда, но на следующий год куплю 100%. Взял я его на день, поэтому до 9 часов вечера буду кататься. Значит, что где-то близко уже, потому что экономить на автобусе можно. Более 500 владельцев железных коней для старта сезона собрались в районе кольца фуникулера. Уже традиционный велопробег в этот раз оказался не только зрелищным, но и рекордным. Такой рост количества участников говорит о том, что горожанам не страшен горный Владивосток. Они, напротив, готовы покорять его именно на велосипеде. Сегодня, да, открытие велосезона, хотя кто-то его вообще не закрывал, кто-то уже давно открыл. Тем не менее, вот это первые теплые дни, целую неделю жара была немоверная. И вот мы поставили, мы договорились с погодой, что все нормально было. И сегодня мы открываем сезон активного такого катания, когда все, кто хотели, имеют повод достать свой велосипед из гаража и, собственно, прокатиться. Это огромная радость, потому что за зиму мы уже сильно застоялись, залежались на диванах, накушали серюе. Сейчас будем активно скидывать, кататься и радовать город обилием велосипедистов у нас здесь. Естественно, для такого массового заезда пришлось и ограничить движение на дороге. Кто-то из автомобилистов принял ситуацию как должное, а кто-то ожидаемо остался недоволен таким положением. Однако в целом, как отмечают велосипедисты, отношения этих двух вечно враждующих сторон за последнее время все-таки изменились. Отношения велосипедистов и автомобилистов у нас в городе несколько сгладились за последние годы, потому что многие ребята, которые катаются на велосипедах, имеют авто, соответственно, автомобилисты постепенно интегрируются в велосреду. Назло всем водителям авто, прокатившись практически по всему центру города, владельцы железных коней прибыли на основной праздник на спортивной набережной, где их ждала масса мероприятий. Это и забавные конкурсы, и велогонки, и даже такая новинка для нашего города, как велополо. По итогу дня событие не только удалось, но и послужило сигналом к старту будущих двухколесных мероприятий. Максим Яковлев, Станислав Лазебный. Новости спорта на восьмом.